Я быстренько сообразила, потому что, когда начало сильно стрелять, 14-15 год, показал, что людей, как убивали, под абрикосами во дворе охоронили, потому что далеко нельзя было вывезти людей. Или в дом упало, половина дома есть, половина нет. Девятьэтажки, сверху, хоп, разорвался дом. Так что мы это прошли. Сёстры Людмила и Нина покинули родной Первомайский Луганской Народной Республики, как только заслышали первые выстрелы. Пережить повторно события восьмилетней давности в своём почтенном возрасте вряд ли смогли бы. Даже двое тяжёлых суток в пути лучше, чем разрывающиеся снаряды где-то поблизости. Нас до Стаханова довезли, потом до Луганска, а потом уже формировали состав. Ну, состав там был из шести вагонов, и получается, что в каждом вагоне минимум 80 человек. Вот это вот, если купе рассчитано как четыре, два, шесть, да, то минимум-то было по девять человек. А ну-ка, деточки и груднички, и всё. Ехали в тёмных вагонах ради безопасности, чтобы поезд не попал под обстрел. Заполняли документы, подсвечивая мобильными телефонами. В Мордовию попали, можно сказать, случайно. В Ковылкино прибыли более полусотни человек. Их поселили в двух пунктах временного размещения. Сегодня уже их обследовали медики, приезжали соцзащиты, с пенсионного фонда уже приезжали. Всех их, все анкеты они заполнили, документы у них всех собрали. Сейчас их будут регистрировать в паспортном столе. Большинство эвакуированных – женщины и дети. Из мужчин – только пенсионеры. Сын у меня находится в ЛНР, Луганская область, так как у него возраст. Уже не позволяет. Их мужчин не выпускают. И мы, вот я одна приехала. Всех прибывших обеспечили трехразовым горячим питанием предметами первой необходимости. Местные жители не остаются в стороне и привозят продукты и одежду. Многие переселенцы приехали налегке. Кто-то даже не успел собрать все личные документы. Российским гостеприимством приятно удивлены. И благодарны Мордовии за теплый прием. Но все равно говорят, что с нетерпением ждут возвращения домой. У меня лично план один. Чем быстрее, тем лучше вернуться домой. Когда там все успокоится, оно успокоится обязательно. Встанет все на место и вернуться домой. Гуманитарную помощь собирают не только для тех, кто временно обосновался в Мордовии. Накануне вечером республика отправила в Ростовскую область 16 тонн гуманитарного груза для жителей республик Донбасса. Холодильные установки, теплоны, продукции Саранского сырного завода. Также есть для женщин, детей нужны бумажные изделия. Нужно это уже сегодня. Так точно, замедлительно выезжаем. Готовы выполнить поставленную задачу. В сборе гуманитарной помощи поучаствовали порядка 20 производственных предприятий и компаний Мордовии. Собранный груз опломбировали, машину отправили в путь. Светлана Лашина, Наши новости.